Добрый вечер! В эфире телеканал Репортеров 73, программа «Разберёмся». Сегодня в нашей студии мы будем говорить не о совсем приятных, наверное, вещах во многом, но и отправной точкой послужил случай, который случился в Ульяновской области, в Челоклинском районе, где приёмная семья, приёмные родители подозреваются в жестоком обращении с детьми, будем так проще говорить. Что вообще происходит с институтом приёмных семей в России, например, Ульяновской области, будем разговаривать сегодня с гостями нашей студии. Сегодня с нами Мария Ивановна Писарева, председатель Ассоциации приёмных семей и опекунов Ульяновской области. Добрый день. Наталья Сергеевна Кисель, заместитель директора Департамента защиты прав несовершеннолетних, опеки и попечительства Министерства социального развития Ульяновской области. Добрый день. Елена Николаевна Малышева, председатель правления Ульяновской общественной организации «Совет родителей». И Эдгар Эдвардович Касаускас, председатель Совета отцов Ульяновской области. Добрый день. Да, давайте начнем с Натальи Сергеевны, потому что вы представляете здесь государство, так или иначе официальную организацию. И отталкиваясь вот от этого факта, не будем, например, в подробности уходить, но тем не менее, как на местах контролируются, проверяются семьи, в которых есть приятные дети? Проверка органом опеки попечительства, она установлена законодательством. Если детей берут, без разницы, под опеку, попечительство в приемную семью, ребенок в течение первого года жизни передачи ребенка в приемную семью, орган опеки попечительства выходит пять раз. Последующие годы законодательством установлено два раза в год. Но если из школ, детских садов, медицинских учреждений поступает информация о нарушении прав детей или любых граждан, то орган опеки попечительства идет и производит неплановую проверку условий жизни детей. То есть неплановая проверка, возможно, по сигналу? Обязательно. И таких неплановых проверок может быть сколько угодно количество раз, правильно? По количеству сообщений. Сообщений. Хорошо. Ну вот, кстати, да, вот эта тема, она, когда мы готовили материалы новостные, она стала одной из таких вот основных краеугольных. Почему проверок всего две в год? Мария Ивановна, вы высказывались, Елена Николаевна, вы тоже высказывали, давайте с вас начнем. Но две проверки в год вроде бы мало. С другой стороны, если есть сигнал, их можно устроить хоть 365. Я считаю, вы сами должны понимать, когда семья только образуется, то есть, естественно, пять проверок, это нормально. Если поступил сигнал, они могут еще больше быть. Ну, независимо от этого. Образовалась семья. И вы поймите, это чисто на подсознательном уровне. Ни в коем случае я не обвиняю органа опеки. Это страх перед опекой. А вдруг что-то не так? А вдруг что-то заметит? Это человеческий фактор. И никуда от этого не денешься. И поэтому, естественно, государство, проанализировав все вот это, вот, пришло к выводу, что если после первого года нахождения ребенка в семье все нормализовалось, все нормально, двух проверок вполне достаточно, чтобы семью не кошмарило. Уже тоже должны понимать, у нас менталитет такой. Если мы взяли ребенка в семью, пусть это будет опека или приемная семья, он становится наш. И когда постоянно контролируют, ну, это стресс для семьи. Я считаю, что этого вполне достаточно. Ну, а для того, чтобы более конкретизировать какие-то проверки, как Наталья Сергеевна сказала, да, из школы, которая наблюдает детей ежедневно практически, есть медицинские учреждения. В конце концов, есть соседи. Ну, и плюс ко всему, я всегда говорю, что на местах надо создавать, они созданы, чтобы работали клубы приемных семей, где по принципу равный-равному ты можешь быть вхож в эту семью. Где школы? Детей они наблюдают ежедневно. Плюс ко всему. Если классное руководство есть, и оно, в принципе, довольно доверительно, дети ведь делятся друг с другом. Ну, я не поверю в то, что ребенок, если над ним совершалось какое-либо насилие, это нигде не промелькнулось. Но это только гестапо, когда его закроют и переводят или на индивидуальное обучение, или на семейное обучение, когда нет контакта с внешним миром. Только в этом случае. А органы опеки, я говорю, два раза в год, понятно, они не получат полной картины. Но я вот очень хорошо проверяю, как ребенок чувствует в семье. Приходя в дом, в смысле, к своим приемным родителям, я их всех считаю своими. Я всегда говорю, дружок, поставь-ка мне чайку. Если ребенок ставит этот чайник на плиту, достает печенье, достает варенье, то есть он себя чувствует как дома. Если же он даже этого элементарно не может сделать, значит, можно уже обратить внимание на это. Ясно. Ваш подход понятен. Вы не согласны? Почему? Ну, я не согласна с тем, что двух проверок достаточно. Когда семья берет ребенка под опеку и получает... Ну, то есть это работа, это серьезная ответственность. Человек берет на себя ответственность за несовершеннолетнего. Он принимает на себя обязательства, и это как работодатель. И в любом случае социальная служба должна контролировать этот процесс. И даже пять проверок мало. И никакого стресса перед опекой, перед каким-то этим... Это вообще... Я вообще считаю, что... Как можно говорить себе стресс о том, что ты идешь на работу, и у тебя есть работодатель? И что у тебя стресс перед тем, как тебя вызовут в кабинет к руководителю? Это абсолютно ерунда, да. У многих есть кто-то. Ну, согласна. Но есть... Это люди, прошедшие подготовку. Это люди, прошедшие школу. Они прошли... Они должны абсолютно уверенно себя чувствовать. Если у них есть какие-то сомнения в чем-то, что у них будет стресс. Ой, опека, а вдруг они придут проверить, а вдруг что-то... Как можно вообще об этом говорить, если человек прошел полностью школу и получил разрешение на то, чтобы взять несовершеннолетних детей? Говоря о нашем конкретном случае, возрастной ценз, тут вообще он не оговаривается, как выяснилось. То есть нет ограничений. В перечне документов я не нашла никакого ограничения по возрасту, чтобы какая семья может взять ребенка. Подросток, это не подросток. Это неконкретно, если это общий. Да, это общий случай. Я хотел вот один момент уточнить. Я вашу позицию понимаю и как бы спорить с ней не буду. Я тут просто ведущий, что называется. Но вы сказали, пять проверок даже мало. А сколько их, по-вашему, должно быть? Ну, я считаю, что вообще должна быть ежемесячная проверка. Угу. Ну, как минимум. Как минимум, конечно. И ребенок, ребенок чужой, попавший в семью, он тоже должен чувствовать заботу со стороны еще кого-то. Есть телефон доверия, есть телефоны, к которым можно обратиться сразу. Но почему-то дети, вот видите, в стрессовой ситуации, как выяснилось, не могут найти этот телефон, не могут обратиться. Они даже в школе могут умалчивать. Потом нам предъявляют фотографии застарелых шрамов, которые уже были не раз какие-то насильственные действия. Елена Николаевна, вы понимаете, если два раза в год ребенок не может сказать, что что-то не так, почему он 12 раз в год не сможет сделать то же самое, не сказать, имею в виду? Когда специалисты приходят, правильно Мария Ивановна сказала, когда специалисты приходят, тут, конечно, человеческий фактор играет роль. То есть, когда ты приходишь просто формально посмотреть, все ли лежит в холодильнике, есть ли запас продуктов на два дня, и есть ли у ребенка рабочее место и две игрушки, это один подход. А когда ты приходишь, разговаривая с ребенком, и ты подходишь на разные формы общения, выбираешь, то есть ты спрашиваешь у ребенка, а как, а чего? А может быть, вот это, то есть когда ты находишь вот этот доверительный контакт, тогда, конечно, конечно, совсем другая картина может открыться. Я вас услышал. Спасибо. Мария Ивановна, подождите. Энга, тоже подождите. Сейчас надо у Натальи Сергеевны тогда уточнить. А как происходит проверка стандартная, классическая? Это проверка холодильника и спального места? Или что? Или это общение с ребенком? Не всегда. В первую очередь, это общение с ребенком. И практически все специалисты проводят индивидуальные беседы с ребенком. Вот буквально вчера я была в одной семье, многодетной семье. И ничего страшного. Приемный родитель меня не боялся. Дети меня не боялись. Приемный родитель прекрасно шла на контакт. Хотя я не курирую эту семью, я просто специалистом зашла. Дети мне устроили сначала экскурсию, потому что я у них была первый раз дома. По комнатам, по местам. Причем пришли мы без предупреждения, зная, что дети учатся во вторую смену. Приехали утром. Дети провели экскурсию. Потом мне, например, не стыдно сказать приемному родителю, можно я с детьми поразговариваю по секрету. Я у детей спросила все. Например, на примере своего маленького сына. Рассказала, вот когда у меня сын балуется, как я его наказываю. Спросила, как вас наказывают. Дети мне все рассказали. Вот, например, в той семье, в которой я была, наказывают, отнимают телефон, ограничивают просмотры телефона. Своего собственного ребенка я тоже ограничиваю просмотром телефона. Дети мне показали свои новые платья, показали обувь. Я им задавала вопросы, а они мне все показывали. Да, Наталья Сергеевна, я вас понял. Ну вот смотрите, опять же, хорошо, если все так, но это ваш индивидуальный опыт. Что делают другие сотрудники соцзащиты, мы не знаем. Ну, не будем никого осуждать, правильно? Не хвалить, не осуждать. Эдвард, подключайся. Почти все уже, наверное, сказано по этой теме. Я вот что хотел спросить. Ведь это же действительно, как сказала Елена Николаевна, это работа. То есть за это платят деньги. Давай поднимем тему того, что многие на этом просто реально зарабатывают. Им все равно на детей. И я здесь, в принципе, картина ясна. Уже много роликов про это, и расследования там авторские уже пошли в интернете. Там четко видно, понятно. На протяжении многих лет брали в семью. Это такой вид заработка. Но этот случай немножко не попадает под то, что мы сейчас обсуждаем. Потому что там мама была учителем. И все знакомые. То есть там, естественно, про школу ничего плохого не скажут. Если что-то про школу скажут, это все значит, что учитель плохой. И все. Поэтому здесь будут утихать. Но я здесь в корне откатаемся назад. Вот коллеги начали говорить. Я здесь не согласен. Оно должно быть в меру. Там 2-3 года. Там условно 5-6, да, вот таких вот походов в семье. Да, там вот эти беседы нужные. 12 не надо. Со стрессом абсолютно согласились. Какой стресс? Люди к этому готовились. Они осознанно шли к этому. Что их будет проверять? Все нормально. Здесь, если у них в этом стресс, тогда зачем брать ребенка? Если у них от прихода человека будет стресс. Здесь понятно. Мы начинаем искать краник. А почему же школа? У нас почему-то какая-то панацея, да? Школа решения всех проблем. Почему в школе? Здесь вообще система в целом неправильная, да? Вообще не работает. То есть в школах должен быть кто? Если мы говорим, что случай не попадает под это, да? Учителя замалкивали. Здесь кто должен работать? Здесь должен работать психолог. Он как минимум должен ходить на проверки. А его пойди найти еще. А его нету. В том-то и дело. Его нету. И он должен работать в школе. И учителя в том случае должны работать именно... Они же все прекрасно понимают, что данный ребенок, он с приемной семьи, с детдома взят или еще откуда-то. Ну, неродной для этой семьи. И здесь индивидуально должно работать все это. Не просто так, как там Иванов, Петров, они должны беседы всегда проводить. И как раз здесь я согласен, что в школе они должны были это... Выявить. Выявить это все. Но, к сожалению, так как там все это было знакомо, да, это нельзя. А вот психолог в данном случае, я думаю, что сыграл бы ключевую роль. Мы сейчас... Вот каждый из вас прекрасно ответил. В принципе, доля истины есть в ответе каждого. Но мы сейчас упираемся в один такой глобальный вопрос. Как нам обустроить, только не Россию, а чуть уже, вот эту систему? Потому что мы говорим, должно быть так. Хорошо. Как это сделать? Какие механизмы? А это в любом случае какие механизмы? Это понятное дело. Если мы берем для школы... А при этом даже Владимир Владимирович говорил, да, о последнем выступлении, что должна быть психологическая служба во всех школах. Да, мы просто ждем, наверное, да, когда нам Владимир Владимирович постоянно, ну, условно, вот, кнет регионы, там, муниципалитеты, что там нужны... Всегда должны были психологи. Должны они всегда. Это специалисты. По выявлению как раз не... По выявлению таких вот моментов в семье. Мария Ивановна, вы хотели оппонировать Илья Николаевна, насколько я помню, если не передумали? Нет, я не передумала совершенно. Но я вам хочу сказать, что, во-первых, в органах опеки не предусмотрен, считайте, психолог. Просто... Я сейчас скажу. Позвольте, я закончу. Не предусмотрен. Это социальные работники. Это первое. Второе, что я хочу сказать. Вот, допустим, первый год, когда ребенок находится, даже в нашей организации, если обращается семья, если рабочий клуб, то, естественно, мы сопровождаем. У нас есть свои психологи. И психологи очень грамотные, которые работают в этой системе очень продолжительное время. Потом, если... Я всегда говорю, почему об общественности? На уровне равной равным. Что бы вы мне ни говорили, я сама опекаемая мама, я вам сейчас скажу. То есть, когда мой ребенок по домофону услышал, что к нам идет опека, у нас все прекрасно. Мой ребенок уже вырос, слава богу. И она поворачивается ко мне, у нее бледное лицо. Это не от того, что у нас плохо. Я не знаю, с чем это связано. Вы должны понять, что ребенок перенес травму. И если нормально все в семье, и органы опеки приходят, я очень уважаю, это адский труд. Но вы понимаете, у ребенка чисто подсознательно опека отнимут, потому что он уже прошел с этим один раз. И не говори, пожалуйста, что это не стресс. Да, это хорошо, когда органы... Но человеческий фактор никто не отменял. Первый год сопровождают. У нас есть центры, у нас есть психологи. Я всегда говорю, как на основании равной равному, когда назревает этот черри, вот только получается. И пусть приходят к нам. Пусть идут к нам, и к нам идут. Понимаете, мы решаем эту проблему. Я согласна. Мария Ивановна, смотрите, я сейчас... Вот вопрос, Мария Ивановна. Давайте предположим, что мы у соцзащиты все эти функции забрали, вот контроля, и передали клубам родителей. Все функции мы не можем забрать. Я имею в виду контрольные, что мы ходят проверять. Да, я думаю, что это вообще вариант. Соцзащиту боятся дети, да, по каким-то причинам. Вас не боятся, как только вы начнете, тоже по причине того, что где-то что-то не так, хотя бы одного ребенка заберете, эта история соцзащиты перекинется на клубы. Скажут, из клуба пришли все. Нет, ну, ребята, давайте просто так говорить. Я всегда сотрудничаю с нашим министерством. Не называя конкретики, они же специалисты. Не будут, 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 я про то, что есть случаи негативные. Есть, безусловно. Другие дети об этом знают. И они думают, а вдруг у нас что-то не так, меня заберут. Поэтому, наверное, боятся. Ну, это в корне неправильно. Да и вообще, что значит соцзащиту, идет условно проверку, у меня ребенок боится. С условием забирать. Да, условно забирать. То есть, он изначально шел, и ему, как минимум, должны были все это объяснить, рассусолить. И опять же, возвращаемся к работе, к психологам. Значит, здесь необходима работа психолога. Если ребенок боится просто элементарного прихода соцработника, это уже сразу. У меня, мы элементарно, с сыном даже, там, у него была боязнь, спортом занимается, боялся шайбу ловить. Все, мы естественно, куда? Мы не сами, слова им не поможем. Мы работаем со спортивным психологом. Все, да, это есть результат. А вот это вот, давайте, они к нам придут, и круто у нас пройдет время. Да какая, вот тот пример, который мы обсуждаем, да, чердоклинский, какая бы мама вот это вот отпустила бы в этот центр? Да никогда в жизни. Все понятно, поэтому только на местах. Это чердоклинский случай, мы к нему просто возвращаемся. Я понимаю, мы здесь берем пример, то есть в любом случае не придут, придут туда, кто вольно, комфортно и чувствует. Нет, но я не думаю, что Мария Ивановна, какая-то такая атмосфера в семье, что необходим психолог, ребенок, ребенок какой-то, я как пример, если он боится. Опять же, это в любом случае работа психологом. Вот можно, жалко, я вот сейчас сижу, и сожалею о том, что здесь нет действующих приемных родителей. Потому что мне, как представителю органа опеки и попечительства, больно слышать слова, что все приемные родители и все дети, которые воспитываются в приемных семьях, боятся специалисты органа опеки и попечительства. Это не норма, мы говорим, что это нет, что это нет. Нет такого. И дети открыты при общении, и приемные родители открыты. Оперируя к этому случаю, который последний был, тоже это не есть правда и не есть так в идеале. То есть, конечно, это единично, конечно, это вопиющий случай. Конечно, сейчас сложно давать какие-то оценки и органам опеки. Все идет следствие, идет разбирательство, и там заведены уголовные дела. Понятно, что этому оценку вообще этой ситуации дадут компетентные органы. Естественно, не в пути не мы. Да, то есть мы не даем оценку вот именно данному случаю. Но то, что система, вот вы говорите, по поводу штата, по поводу сотрудников, по поводу персонала. Как член общественной палаты задала вопрос о том, сколько у нас реабилитационных центров, сколько в них содержится детей, и какой бюджет, совокупный бюджет содержания вот этих вот организаций. Вот. Конечно, мы завтра разместим, я обязательно в соцсетях размещу вот этот ответ, который дали, но вот я хочу сказать, в каждом центре у нас, которых, ну, штук 10, например, в области, не знаю точно сколько, по 20 детей, плюс-минус, 20 детей. В каждом из них, как минимум, 60 сотрудников. 60. Если учесть, что дети, забраны, например, из одной семьи, двое детей, трое, ну, то есть многодетная семья, неблагополучная, забирают, то есть это порядка четырех специалистов на одну семью. Семьи 15 у нас обслуживаются вот в этом центре, плюс-минус. 60 человек. Есть и дефектологи, и логопеды, и соцработники, специалист по соцработе, специалист по соцработе, старшая медсестра, просто медсестра, водитель-водитель, сторож-сторож, воспитатели, сторож-рабочий, кухонный работник, то есть инструктор по труду, социальный педагог, социальный педагог, системный администратор, юрис-консульт, два повара, уборщики. Вы представляете? Но это же хорошо. Прекрасно. Я к тому, что вот эти центры, это огромный бюджет, это колоссальный бюджет, который можно потратить на то, чтобы вообще каждую семью, ну, четыре специалиста на семью, и с ними можно вообще круглогодично, круглосуточно проводить время и помогать им, прям целевая, сопровождать каждую семью. Вывести ее из сложной жизненной ситуации и сопровождать. Я вот к чему. То есть это система 90-х годов или постановление вот тех вот прошлых лет. Вот эту систему нужно менять. Сейчас узнаем. Наталья Сергеевна, какая это система у нас? И давайте сразу еще такой момент. Сколько у нас вообще приемных семей в регионе, по вашим данным? И какая среднестатистическая психологическая обстановка? Всего у нас в регионе 3406 детей-сирот и детей, оставшиеся без печения родителей. Из них 3083 ребенка находятся в семьях опекунов, попечителей и приемных родителей. В приемных семьях находятся 2239 детей. То есть вот цифры я сказала по поводу содержания приютов и социально-реабилитационных центров. У нас на территории Ульяновской области их 8. Но в социально-реабилитационных центрах и приютах в основном находятся дети, которые нуждаются в социальной поддержке. Там практически нет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат устройству в семье. В основном устройству в семье это подлежат дети, которые у нас находятся в детских домах. В детских домах у нас на сегодняшний день находятся более 300 детей. 308 детей. Поэтому задача социально-реабилитационных центров, она наоборот для восстановления детско-родительских отношений. Поэтому много специалистов различного профиля. Конечно. Например, ребенок по окну безнадзорного полиции помещен в социально-реабилитационные центры, допустим, вечером или ночью, он не будет там долго находиться. Потому что будет проведена работа по передаче его матери. Понимаете, с матерью будет проведена также сотрудниками социально-реабилитационного центра социальная работа. Нет, ну я соглашусь, что вот список, который Елена Николаевна засчитывала, что там специалисты, например, да, они нужны. И чем больше их разноплановых, наверное, тем лучше. А три бухгалтера, это, конечно, перебор. Но это мое мнение. Давайте вернемся к темам клубов приемных семей. Вернемся мы через Эдварда Эдвардовича. Что вы о них знаете? Вообще не слышал. Хотя, как бы я всегда не скрывал этого. Мы с супругой, ну, как бы на порядку уже пяти лет, как бы, ну, себя настраиваем. Ну, усыновить, либо опекунство взять. Да, да, потому что там долгая история. Но решение было такое, обоюдное. И условно, скажем так, ждем случая. Но я не слышал про эти клубы. Есть ли в совете отцов отцы, которые состоят в таком клубе? Ну, мы вот сколько общаемся и встречи постоянные, вот тоже не слышал, чтобы ребята обсуждали это. Понятно. Вот теперь к Марии Ивановне вопрос. Вот смотрите, казалось бы, общественная организация, совет отцов. Наверняка там есть семьи, отцы, семьи, здесь приемные дети. Руководитель не знает. Значит, мало информировано население. Почему, как вы считаете, и что надо делать для того, чтобы знали больше о вас? Ну, в принципе, мы достаточно известны. С Леной мы давно сотрудничаем. То есть то, что связано с детьми и те люди, когда, в принципе, они принимают такое решение, как таково набирают строчку в пусковике. И в первую очередь выходят не органы опеки, а ассоциация приемных семей. Правда. Нет, это, скорее всего, здесь все правильно. Ну да, здесь целевая аудитория своя, конечно. Когда человек начинает эту тему... Соберется, он придет и наберет там... Да, да, да. Понятно, что мы об этом... Школу приемных семей не проходят. Все это связано. Все это одна система, одна взаимодействие. Но вы говорили, что есть клубы работающие, а есть клубы номинально существующие. Да. Вот в чем разница, насколько глубока эта проблема и можете ли вы ее самостоятельно решить, или нужна чья-то помощь? Нет, ну как таково самостоятельно это можно решить, но не до такой степени, потому что, согласитесь, регион у нас достаточно большой и есть отдаленные муниципалитеты. Но, допустим, когда приглашают меня после нашего очередного совещания в министерстве, когда представители органов опеки всех муниципалитетов были, и тот, кто заинтересован, я выехала, и у меня сейчас три клуба прям замечательно заработали. Есть клубы, которые очень давно работают уже. Отдаленные клубы. Ну, меня пригласили в Инзу. Сейчас у меня просто нет возможности туда выехать. Я не знаю, потому что мы проводим и обучение председателей клубов. Мы разнообразные мероприятия, то есть серьезные мероприятия проводим. Мы наставников обучали, чтобы они приходили и именно работали на своей территории с семьями первого года. То есть у нас большая очень программа. Те клубы, где работают, там, будем так говорить, вот таких вот страшных случаев иногда, ну или что-либо такое, все-таки на порядок меньше. И как таково не происходит. Потому что связь есть. Они звонят нам, подсоединяем юристы, подсоединяем психолога, министерство наше. И совместно мы все это решаем. И, то есть, я же говорю по принципу равны-равному. То есть, а есть клубы, которые номинальные, есть даже те, которые рядом с нами находятся, с городом, но на контакт они как таково не идут. Но это как, получается, самопоразглашенные клубы? Нет, почему? Они взрегистрированы. Ну, общественная организация, как общественная организация, она существует у нас каждый год. Ну, везде человеческий фактор. Если есть лидер, если человек заинтересован, он горит, и он работать хочет, это его тема, он действительно душой болеет, тогда и работа идет. А если он работать и хочет, то как бы того ничего. А, назначено. Для подачи грамм. Это общественная организация. Давайте о... Без юридического. Да, давайте, Наталья Сергеевна, спросим о мерах поддержки для семей. Кстати, это тоже важно, потому что что получают, кроме денег непосредственно, может быть, что-то есть, еще какие-то преференции, которые не просто как стимулирующие награды. Наталья Сергеевна, будьте любезны, озвучьте сумму, которую получают, потому что вот эта фраза, что они берут детей для того, чтобы обогатиться, меня иногда убивают. Миры, социальные поддержки, еще раз подчеркиваю, опекунов, попечителей и приемных родителей. У нас есть опека попечительства, где опекун и попечитель исполняют свои обязанности безвозмездно. А есть опека попечительства, где опекун-попечитель исполняют свои обязанности возмездно. По договору. По договору о приемной семье. Эта форма опеки-попечительства называется приемная семья. То есть сейчас я сначала скажу, что получают все опекуны и попечители, в том числе приемные родители, на содержание детей. А потом я скажу, что отдельно получает приемные родители. Значит, на содержание ребенка опекун-попечитель и приемный родитель получает 10 800 ежемесячно. На обеспечение проезда 635 рублей. Далее. Приемный родитель получает за оказание услуг по воспитанию ребенка 7772 рубля. Причем, если он берет ребенка до 6 лет с ограниченными возможностями здоровья, ему доплачивается от этой суммы 20%. Если он берет ребенка от 6 до 18 лет, 30%. Если он принимает в свою семью ребенка от 6 до 18 лет с ограниченными возможностями здоровья, ему доплачивают 40%. Это все выплаты. Это все выплаты. Еще в сельской местности каждый приемный родитель, который зарегистрирован и проживает в сельской местности, к своему вознаграждению получает 454 рубля. Городские не получают. Ничего, спасибо вам за ответ. К сожалению, время наше истекло. Я просто тут хочу сказать, вот с суммой сейчас все услышали. И совершенно очевидно, что дело тут не в деньгах, а в детях и в любви к ним. Спасибо большое за то, что были сегодня с нами в этой студии. А вас, дорогие зрители, я благодарю за внимание. Всего доброго. Берегите себя.